Садитесь, садитесь. Меня зовут Андрей. Не надо, зовут, просто вопрос. Вопрос такой, вопрос про раздражительность. Раздражительность, ну, наверное, отношения людей. То есть, как они, казалось бы, не сделают что-то не так, но от этого не раздражительность. Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Есть две вещи, которые надо победить. Первая — это повышенная чувствительность. Означает неподвижное положение тела. Коза бабочки — самая лучшая. То есть, надо научиться по 40 минут неподвижно сидеть и молиться ещё. Это ваша задача. Если вы это начнёте делать, то через полгода у вас появится способность себя контролировать. Вторая проблема, она сложнее. Это знание о том, что любовь стоит выше, чем правда. Знание об этом. Что это за знание такое? Это знание означает, что когда человек по-доброму к человеку относится, то даже объяснять ему не надо, он сам всё поймёт со временем. То, что тебе нужно в жизни. Это удивительное знание. Вот не надо давить на человека. Надо просто по-доброму к нему относиться, и он сам будет меняться. Вот я так делаю всегда в жизни. Я не нажимаю ни на кого. Я вижу, человек меня не понимает, я не нажимаю. Он сам приходит в время, понимает. Жена так, я с женой себя веду так. Я никогда на неё не давлю. Это люди, которые вы знаете. А вот здесь в моменте какого-то определенного. Ну, так бывает у меня тоже, вот, допустим, где-то раз я понервничал чуть-чуть, потом раскаиваюсь. Неожиданно бывает. У меня тоже вспыльчивый характер по природе. Чувствительность высокая, тоже так же. Огня много в организме. Иногда раз, что-то вышло из равновесия. Неожиданно, когда всё происходит, неожиданно. Я, допустим, в самолёте сижу, спинку откинул назад. И человек по спинке мне. Нормальная реакция, нет? Мог бы сказать, что, типа, мне там тяжело. Он просто взял, так стукнул. Вот, ну, ужас. Вот, я понервничал. Что-то ему то ли сказал, то ли нет. Не знаю, не помню. Второй случай тоже в аэропорту. Я еду там. У меня в сумке много вещей. Меня постоянно там смотрят. И один мужчина такой. Вы всем проблемы создаёте. Вот там вас досматривали долго, здесь. Я говорю, а вы никому проблемы не достаёте? Вот сейчас вот. И создаёте, говорит, своим настроением. Дыгой. Он тоже понервничал. Ну, потом я понял, что я неправильно. Надо было его вытерпеть, этого человека. Мы иногда будем срываться. Это неизбежно. Так устроен этот мир. Потому что так устроен ваш характер. У вас высокая чувствительность и много огня в организме. То есть огонь убирается с помощью плавания, с помощью сырой пищи, с помощью йоги, поста на воде, воды, ванны тёплые. То есть надо убирать огонь. Надо делать статические упражнения и понять, что любовь стоит выше, чем правда. Потому что человек раздражается, потому что он хочет донести правду. Если вы всё это поймёте, то вы будете меньше раздражаться. Но характер останется такой навсегда, на всю жизнь. Характер поменять невозможно. Можно убрать все какие-то проблемы. То есть есть болезнь, болезненность, а есть характер. Характер убрать невозможно. Можно убрать предрасположенности разные. Повышенную чувствительность, реагирование сильно. Вот это всё можно убрать. Действуйте, я тоже так же делаю. Я вот сегодня йогу два часа делал, упражнения статические. Спокойный, как танк стал. Вот у меня внутри такое спокойствие. Это не значит, что я ни на что не среагирую. То есть всякое же может быть. Ну то есть спокойствие — это запас. Запас может закончиться в какой-то момент. Если что-то сильно делать не так по отношению ко мне, то я могу выйти из равновесия. Есть святые люди, они вообще не выходят из равновесия, потому что они постоянно помнят о Боге. Когда человек о Боге думает постоянно, то вот все люди, они живут как? У них есть определённый запас, и они живут этим запасом. А есть святые люди, они помнят о Боге, и всем желают блага постоянно. То есть мы живём как озеро, а они живут как река. То есть это значит, что ничего не кончается. То есть он, если думает о Боге, всем желает блага, то его психика, она никогда просто не может выйти из равновесия, потому что он течёт постоянно. У нас запас вот этого озера счастья закончилось, мы сразу психуем. Если большой запас, человек сильно всех любит, всем отдаёт счастье, то очень трудно человека вывести из равновесия. Много времени, сил нужно тратить на это. Но всё равно приходит время, и он истощается. А если человек живёт как река, вот святой человек, то его невозможно вообще никогда просто вывести из равновесия. Поэтому нужно двигаться вперёд. Все люди выходят из равновесия. Это означает, что мы несовершенные люди. Кто-то в депрессию уходит, кто-то в раздражительность, кто-то в слёзы. Ну, все по-разному, всех всё по-разному. А смерть? А? Ну, истеричный смех, да? Такое тоже бывает иногда. Ну, редко. В основном плач, гнев, истерики, депрессия. А на это воздействуют как-то другие какие-то сущности или потухи, конечно? Есть мнение. Они подключаются. Подключаются. Да, вот ты, допустим, вышел из равновесия, в этот момент дух «Ура! Вперёд, товарищи!» Ну, то есть сразу подключается, пытается, как бы, вам помочь, вот, и, и, как бы, усиливает это чувство правды. Вот духи что делают? Вот ты выходишь из равновесия, у тебя правда в сердце, которая тебя движет, тобой, если ты хочешь сказать. И дух, он, как бы, давай, давай, это точно правда, давай, давай, это твоя правда, они все неправильные, ты правильный, мочи их. Подпитываются? Да, подпитываются они вот этой злобой. Есть шесть врагов человека, то есть это настроение, шесть настроений, которые выводят человека из равновесия и разрушают его жизнь полностью. Первый враг – это вожделение. Ну, то есть вожделение означает, ну, любовь, такая любовь, но не к жене, а к другой женщине. А она такая, ой, какая любовь, чистая, светлая, а на самом деле за этим стоит дух злой, который тебе разрушает потом всю жизнь, всю жизнь полностью. Вот. Дальше второй враг человека – это гнев. Ну, то есть гнев, что он делает? Он рушит память хорошую о человеке. Ты вот разгневался на него и не можешь понять, что в нем хорошего вообще. И в результате рушатся отношения с этим человеком потом. Следующий враг человека – это жадность. Жадность приковывает человека к одной цели, которая не является самой главной в жизни. Мы вчера об этом говорили, жадности. И постепенно человек истощается все сильнее, он уже белого света не видит, пашет, пашет ради чего, чтобы больше на одну комнату квартиры была. А на самом деле это просто бред. Ты жил в этой комнате нормальной, в квартире и можешь и нормально там помереть спокойно и счастливо можно жить как бы в той, в которой ты жил. Ну, или вот это – Москву. Это жадность тоже. Это враг человека так действует. Москву, чтобы разбить себе жизнь. Иногда там нормально, я не против Москвы, кто-то приезжает туда. Но там, понимаете, тогда в этом случае тебя не так «Москву!» То есть не тянет вот это вот сильное желание какое-то, это признак опасности. Потому что когда, допустим, желания никакого сильного нет, спокойствие в сердце. Это значит удача. Это хорошая судьба. Но если мы говорим быстрее, быстрее, значит опасно. Это жадность называется, второй враг человека. Третий враг человека – иллюзия. Это иллюзия. Вот какие дела. Ну, то есть… Или казино, допустим. Это иллюзия. Человек вообще не понимает, что с ним происходит. Ему кажется, что у него все нормально. А сам катится в пропасть. Дальше – зависть или злоба. Когда у кого-то что-то хорошо, тебе как-то вот не по себе. Особенно это касается вот женщин с женщинами. Так иногда вот какая-то женщина, она такая, у нее все получается с мужиками. У меня нет этой, как Мулин, она плохая, плохая. Вот это зависть называется или злоба. Или, допустим, мне говорят, Олег Геннадьевич, вот знаете, у меня появился такой замечательный лектор, он лекции так хорошо читает, и еще врач, вот тоже лечит людей хорошо так. Олег Геннадьевич, как вы думаете, мне стоит слушать его лекции, лечиться у него стоит или нет? И я думаю, ну я же тоже врач-электр, ну что, не уменялись? Это зависть. Она сразу включается. Конкурирующая, так сказать, энергия. Это зависть. Надо ей противостоять. И последний враг человека – это безумие. Здесь уже ничего не сделаешь. Человек в прошлой жизни, допустим, кому-то испортил жизнь, а в этой жизни получает психическое заболевание. В какой-то момент или сразу. Это такое жесткое наказание, которое мы не выбираем. Последний враг. Если самый первый мы вообще всегда можем выбирать, пока не выбрали, то последний вообще никакого выбора нет. Но даже в последнем случае человека спасает милость Бога, молитва. Вот, допустим, все психически больные люди должны лечиться при монастырях. Вот человек живёт рядом с монастырём, и психическое заболевание уходит. Это милость Бога лечит последнего врага человека. Безумие. Спасибо.